ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, мы с вами начали разработать уравнение героя, да? Значит, первое, что... Работать я только основное напомню, все повторять я не буду. Вот, то есть, я написал уравнение, да? Так, да? Такого равняного написали. Ну, кроме того, мы его решили, да? Пси. Мы представили в виде каку, да? Опять все. Пси, да? Да. Не все приконисты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плюс принять, да? Так написали. А? Минус 50. Минус 50. Или как написали, известно. Так, значит, дальше что? Значит, У мы с вами написали, это же не ДИ, да? У от ε c. Мы решили... Ну, во-первых, мы его представили в виде как из хи, да? Перед киском будущей смоск это будет cСх на ε плюс mc с квадратами на сем. Так, да? Ну, либо через х выражать, возможно. Ну, пожалуй, на этом и все, да? Что мы с вами сделали? Кроме того, я подберил по гамму ню на гамму ню на гамму ню на гамму ню. И мы еще шли с вами до леофея, да? Вот как выражался С, альфа, Т, плюс вето, там С квадрата, да? Где-то до уравнения это выглядело, как можно было написать, а потом... По-моему, еще что-то так выражали. Так, да? Ничего больше другого образа мы начали играть, да? Ну вот, теперь давайте попытаемся продолжить. Значит, первое, что... ой, извините... Значит, первое, что мы с вами... давайте посмотрим... Ну, давайте еще обратим внимание, почему вот... Ну, без уравнения, это уравнение должно быть гамма-матрица должна быть таким, что выполнялось это соотношение. Ну, на самом деле, когда мы решали вот это уравнение, мы с вами получили, что... Я в словом квадрате у нас получилось С квадратник Р в квадрате, т.е. Р в квадрате С в четвертой, да? Помните, получилось, да, это соотношение? Вот. Но, на самом деле, это получилось вот тому, благодаря тому факту, что вот гамма-матрица удовлетворяет такому соотношению. Потому что, ну как, для того, чтобы получить эпсул в квадрате, я должен вычислить h в квадрате, да? Для этого соотношения, да? h в квадрате будет чему равняться? Вот, берём h, да, пишем, ну, если h даёт эпсул, правильно, да? Квадратично даёт h в квадрате, правильно, да? Значит, h в квадрате должно соответствовать вот этой форме. Тогда мы что делаем? Мы берём, умножаем, да, будет β в квадрате m в квадрате c в четвертой, плюс c в квадрате, да? Ну, я так напишу αe на αg, прийти в квадрате, так, да? И плюс c в квадрате c в квадрате, да? На β плюс β на αg, да? Согласны? Так, да? Что-то непонятно, говорите сразу. Ну, отсюда, что вы получили c в квадрате m в квадрате c в четвертой, да? Это должно быть что? Должно быть β в квадрате, должно быть равно 1, правильно, да? Кроме того, должно быть αe на β плюс β на αe должно быть что? Равно 0, правильно, да? Это правильно пишут, проверяем? Так. И кроме этого αe в квадрате, должно быть равной дверицы, да? Чтобы было f в квадрате. Так. И кроме этого, еще должно быть что? αe на αg плюс αg на αg должно быть равно 0. Ну, чтобы перекресток не было. Правильно? Ну, вот этот αe на αg можно представить как симметричный плюс антисимметричный. Знаете это, да? Антисимметричный на симметричный даст 0. У него в условиях поводят. А на симметричный должен быть, соответственно, такой условий. Понятно, да? Вот. Ну, а отсюда известно, что гамма 0 на гамма ню, оно вот написано. Из этого исследует то, что вот это написано. Ну, потому что, помните, да? Что такое β это гамма 0, да? Мы с вами писали. А α это гамма 0 на гамму. Да? Было такое? Да? Ну, вот. Значит, если это так, то, соответственно, что мы получаем? Мы получаем, что должно выполнять вот такое соотношение. Теперь вы обращали внимание, что, ну, вот мы решили уравнение. На самом деле, еще, так сказать, мы искали решение из того факта, что аж спин, да, автоматированный, да? Мы нашли решение, да? Которое является собственным значением энергии импульса. Так, да? Вот. Но при этом еще осталась, как это, свобода, да? В спиноле ФИМ, да? Ну, спиноле ФИМ, это двухкомпонентная величина, да? Вот. Ну, вы можете, конечно, ну, то есть здесь, записано два решения, да? То есть, например, 1-0 и 0-1, да? Вот. Но существует еще другая классификация. Ведем такой оператор. Который называется оператором спиральности Сигма-П. И матрица Сигма. Эта матрица такая. Сигма и Сигма. Так, да? Вот. Когда этот оператор, этот оператор, что это? А этот оператор коммутирует с оператором Гюмельтона, да? Коммутирует или не коммутирует? Проверяйте. А? Почему вы так решили? А почему? Ну, с оператором Гюмельтона, ладно. Я еще попросил, что вам очевидно. Ну, можете вам и другой очевидно. Ну, то есть, если вот такой промутатор я пишу, да? То он будет 0, да? Ну, потому что это матрица диагональная, да? Как бы их не перемножать, так сказать. Ну, да. Будет одно и то же, да? Слева без права. Так, да? Согласны? Теперь смотрим. Вот. Надо коммутировать матрицу Аква, да? С матрицей Сигма. Согласны? То есть, это будет коммутатор такой Сигма-И Сигма-Ж, да? На что там? Ой, извините. Сигма-И. На 0 Сигма-Ж. Сигма-Ж 0. Так, да? Ну, примерно это. Кто переставит, да? Ну, то есть, это будет сколько? Это будет 0, да? Сигма-И Сигма-Ж. А здесь будет сколько? Сигма-И Сигма-Ж. Ну, вот. Я правильно написал? Теперь, если вы переставите эти матрицы, то матрицы И и Ж поменяются местами. Поменяются? Но, как они не коммутируют, да, матрицы? Сигма-И Сигма-Ж. Или коммутируют? Как это у вас? У вас не коммутируют, да? У вас не коммутируют, да? У вас не коммутируют. Да. Альфа насилие не написал, но, надеюсь, вам очень видно, да, что матрицы Сигма-И Сигма-Ж поменяются местами. Так, да? А? 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 Ну, то есть, мы же начинаем, да, как раз, П-1 на Сигма-1. Да. Получается, что они как раз коммутируют. То есть, то, что одинаково не пришли. Матрицы Сигма-И Сигма-Ж, разная матрица. Почему? Да. В том смысле, это нахуй. Ну, долго думать нельзя. Там же еще множительно симметрично, конечно. Вот, молодец. Да. Потому что здесь еще стоит, все это умножается, да, на П-И, на П-Ж. Так, да? То есть, будет такая причина Сигма-И Сигма-Ж минус Сигма-Ж на Сигма-И умножается на П-И на П-Ж. Правильно? Ну, берем, потом, ну, как коммутатор, вычитаем, да, вычитаем, будет вот так, да, и умножается на П-И на П-Ж, потому что одно вот П-И, да, а вот П-Ж, да. Значит, а вот эта причина, да, чему равняется? Дельта-И Ж, там, плюс И, Эпсилон-И Ж, К, Сигма-К, да, помните? Вот я имею в виду вот эта причина. Так, да? Значит, тогда Дельта-И Ж сокращается, а это удваивается, да, но здесь стоит антисимметричный тензор, а здесь стоит симметричный тензор. Правильно? Ну, и тогда, соответственно, получаем нор, да, антисимметричный тензор. То есть Дельта-И Ж сокращается, а вот это, он может, знаете, это будет нор. Так? Ну, либо как вон векторное произведение, да, смешанное произведение, в котором два вектора одинаковые нор, да. То есть получается, что этот оператор коммутирует с Дельта-И Ж. Значит, если он коммутирует, тогда можно, вот, для этих же решений, да, найти собственное значение и для него одновременно, правильно, да? Есть теорема такая, планка механики изучали, да? Вот. Ну, тогда, если я теперь возьму и глянга умножу на У, да, Вот, это пусть какой-то оператор, да, когда всё поставил, чтобы различить, да, это должно быть для одного, да, собственное значение какое-то. Так? Ну, а для этого я что должен сделать? Я беру, ну, умножать очень просто, да, потому что это диагональная матрица Сигма-П. То есть каждый, вот, когда умножаем умножить, вот здесь будет Сигма-П. Согласны? Ну, диагональную матрицу на столбец умножить. Вот. То есть будет опять столбец, где входят Сигма-П, стоят здесь Сигма-П. Так? Ну, тогда это будет означать, что Сигма-П на Фи должно быть равно Лябда Сигма-П, извините, Фи. Так, да? Как это? Не молчите так зловеще, как сказать. Либо вы понимаете, либо не понимаете. Говорите чего-нибудь. Если я вам, так сказать, что-то очень быстро рассказываю, то вы меня останавливаете. А если очень медленно, ну, тогда говорим, что я вам скоро сделаю. И так, понятно, да, берем вот эту матрицу Сигма-П, которая будет вот такая матрица Сигма-П, да, на Сигма-П. Умножаем на У, да, это будет, ну, Лябда-У, да. Теперь уже собственным значением Лябда. Вот. Ну, если я У домножу, то получу, то есть должно выполняться с этого уравнения. Ну, если мы еще там возьмем и введем, ну, здесь что-то убрать, можно, например, заменим там Сигма-П на Фи, ну, Сигма-Н на Фи равняется, там, прямо на маленькой, на Фи-Пе. А вот это, ну, для чего я это написал, вот это уравнение, как решать, вы знаете из квантовой механики, да? Помните? Узнаете? Ну, это спин, направленный по оси, да, собственно, состоянию его, да, искали когда-то, в прошлом году. Они когда-то, в прошлом году историю. Искали-то эти состояния. Ну, вот, то есть это будет два состояния. И вы знаете, что собственными значениями является Лябда равняется плюс-минус единица, да? Ну, я эту задачу делать не буду, потому что вы еще не должны ее забыть. То есть Лябда здесь будет получаться плюс-минус единица, ну, и Фи, видят, вы можете там вспомнить, да? Которые, там, косминус единица пополам, там, синус единица пополам, есть и Фи пополам, и так далее. Да, я в висок их не думаю. Кто забыл, открою эту ломбару? Так, какие есть вопросы по этой части? То есть мы получили, значит, эту величину, значит, ну, кроме того, конечно, здесь у нас еще осталось вопрос с нервировкой, да? Ну, давайте его тоже можем обсудить. Вот, для этого у нас есть вот это уравнение, да? Я получил уравнение для сопряженного. То есть что я сделаю? Для того, чтобы его получить, давайте я что-нибудь сотру. Так, давайте эту часть стираю, да, ну, наверное, по-позору, да? Значит, получим уравнение, сделаем орбитовое сопряжение под этим уравнением, да? Тогда будет сколько? Тогда будет И, да, будет минус, да, И, H, И, Д, Си крест, П, ДТ, на гамма въем крест, ну, плюс, в конце, вакинусе, с минусу первого, да, на Си крест. Все это равно 0. Так, имею право, так, да, сделать. Коллега, ты правильно написал? Теперь я неправильно. Я напомню матрицу, да, я писал, да, я сегодня его задумал. Ладно, β равняется 1 минус 1, то, что я писал мне раньше, да? А матрица гаммы, это, по-позору, сигма минус сигма, да, была такая. Ну, как мы только что обсуждали, необходимо, чтобы было только вот такое соотношение между матрицами гаммы, выбор их не назначен, но просто я отпишу, я еще раз повторю, это так называемые стандартные. Что? А, да, 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 извините. Не знаю, почему по-патре я написал. Я правильно написал, да? Ну а теперь мультипль равняется гамма-лю крест. Непонятно, чем он равняется, потому что гамма-крест переходит туда, на матрице Сигмы Эрмитовой, не Эрмитовой. Если я сделаю крест, то это будет сколько? Почему сама? Еще со знаком минус. Что такое крест? Это сопряжение и транспонирование. Правильно? Значит, это будет минус гамма, согласны? А гамма-ноль крест, сколько будет? Сама гамма-ноль будет. Поэтому сделаем так, намножим справа на гамму-ноль. Когда будет, смотрите, И, А. А помните, я на прошлом сигнале говорил, что мы еще будем пользоваться такой величиной, как гамма-ноль. Который называется диаковской сопряженной. Помните? Вот я теперь домножу на гамма-ноль справа. И напишу таким образом. d си крест, d по dx мю, гамма-ноль, гамма-ноль крест, гамма-ноль, плюс mc си чертой. Гамма-ноль. Имею право, да? Так будет? А теперь смотрите. Вот эта величина равна. Когда мю равняется нулю, то это просто гамма-ноль. А когда мю, ну, один, два, три, пространственные компоненты, то гамма-ноль, я перетаскиваю сюда, меняется что? Знак. То есть получается опять гамма. То есть таким образом я могу написать И, А, d в си чертой. Давайте еще раз напишу это. d в мю, гамма-ноль, плюс mc в си чертой. Равняется нулю. Так, да? Получили такое уравнение. Теперь мы можем что? Вот это уравнение справа на си, а это слева на си чертой. И сложить. Понятно то, что сделали? То есть замножаем это уравнение на си чертой слева. А вот это уравнение справа на си. И складывать. Когда вот этот член, вот этот член пропадает, да? Видно, когда их складывают? А вот эти остаются. Понятно? Ну и тогда что мы имеем? Тогда, давайте выбросить красоту. Тогда мы имеем следующее. If a d по dx мю на си чертой гамма мю Си равно нулю. Я не буду думать, но если вы продифференцируете, вы получите вот это плюс вот то, да? Видно все? То есть тогда мы можем сказать, что dj мю на dx мю равняется нулю, dj мю равняется си чертой гамма мю си потока. Отсюда, когда плотность Ро равняется, почему? Си равняется си чертой гамма ноль на си а. Ну, c появляется из-за того, что x мю вот здесь содержит это самое ct. Помните, да? Отсюда мы можем сказать, что это равняется c крест си. О, извините, я c не туда поставил. c в урок раз не надо, а поставим ж. c си си чертой гамма си а. Ну да, написал c. Дальше это будет, соответственно, c в си крест альфа в си. Ну, потому что он будет, когда ж мю ставится, это будет д Ро по дц т плюс д ж по д х. Понятно, да? Если я пишу как уравнение д Ро по д т равняется вот этому самому потоку. Правильно? Вот. Отсюда мы можем попытаться найти нормировку, да? Для этого нужно взять вот это вот уравнение и подставить в Ро. Сколько мы будем иметь отсюда? Мы будем иметь следующее, да? Что это будет? Вычисляем Ро теперь. Ро равняется в си крест, да? А здесь будет скользкая единица, плюс c в квадрате, и это в квадрате на фи. Так да? Это Ро. Ну, си крест альфа в квадрате мы с вами уже обсуждали, это П в квадрате, да? Вот. А мы будем предполагать, что фи на фи крест равно единице, ну, нормированную единицу. То есть, те обычные спинор будут предполагать нормированную единицу. Значит, отсюда получаем, что единица плюс c в квадрате, П в квадрате на единицу плюс c в квадрате, все это в квадрате. Проверяйте так или не так. Оно должно быть равно... Отсюда можно дальше попытаться это вычислить, да? Сколько это будет? Ну, так будем вычислять. Ну, перейдем к общему знаменателю. Ну, что там? x плюс m c в квадрате в квадрате, да? Значит, здесь получается x плюс... x плюс m c в квадрате в квадрате, плюс c в квадрате, c в квадрате, да? Ну, я еще раз переписывать не буду. Отсюда получаем, сколько получается? x в квадрате, плюс 2 x в квадрате, плюс m в квадрате, c в квадрате, плюс m в квадрате, c в квадрате, да? Ну, я еще раз переписывать не буду. Вот эта величина, это x в квадрате. Я сейчас сотру, давайте, чтобы не меньше писать. Вот эта величина, это x в квадрате. Сейчас я вот так вот стираю, а сюда 2 пуска. И поделить на x плюс m c в квадрате, и все это в квадрате. Отсюда я двойку выношу, да? 2 ε выношу. Вот. И здесь x плюс m c в квадрате. Так да. Ну, и тогда у нас получается нормировка спинора U, да? Если я хочу нормировать на плотность, на плотность, чего? Одна частица в объеме V, да? Так будем нормировать. То это будет в чем равняться? Корень из x плюс m c в квадрате на 2 ε на V. А здесь будет спинора U, да? На C, еще раз, опять же, сигма V. Понимаете, что он в квадрате на C в квадрате здесь? То есть это тогда будет агрокно на одну частицу в объеме V, да? Если это плотность. Так? Вот. Значит, ну тогда стоим еще раз. Давайте еще на будущее вычислим такую координацию. Почему же я не соблюсь чертой U? Значит, для этого... Прежде чем вычислить, я все же скажу следующее. Что я... Давайте я буду вычислить вот этот множек, который у нас был для скалярных полей, да? Помните, было? Поле x на корень из 2 ε в. И дальше там стояли экспоненты, да? Я буду выделять его в отдельном виде, да? И тогда я напишу, что U равняется вот так, а где Пси у меня будет единица на корень из 2, 2 ε в. 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 ЕУ тогда будет вот без два версива. То есть отсюда мы получаем, что У крест У равняется два версива. Правильно? Согласны? Согласны? Можете пояснить сейчас. Что пояснить? Мы только что вычисляли. Вот здесь стоит У крест на Лу. Если я из него два Эпсона убрал, значит мы его нормировали на единицу. Правильно? Если я из него два Эпсона убрал, значит теперь два Эпсона сдал. Правильно? Непонятно? Вот эта величина, это что такое здесь стоит? Здесь стоит У крест У. И мы сказали, что Можете пояснить, что мы вычислили. Вот она. Если я только в нормировку убрал, то это осталось два Эпсона. А теперь я хочу, чтобы вы посчитали У крест У, да? У черта У. У крест У – два Эпсона, а У черта У – сколько вычисли? У крест У – два Эпсона. Нам в дальнейшем это понадобится. Да? Это мы давайте сосчитаем. С другой стороны будет понятно, все ли вам понятно. Ну давайте, может кто-то сосчитает. Давайте перейдем на эту сторону. С той стороны уже сто разы ходили. Так, два. Все. Смело вроде много. Считаем У с чертой на У, да? Что такое У с чертой? Это У крест. Да, грамма ноль на У. Правильно, да? Отсюда АУ – вот оно известно, да? Значит, нужно У крест сделать и перемножить, и посмотреть, что же это будет, да? Так. Ну, грамма ноль, что он… Это 1 мус один, и что он где-нибудь здесь знает. Правильно, да? И это есть. Ну, это как у нас и крест. Стащика. Стащика. Нет, да. Я не понял, чего ты здесь? Залон, что же шутка с у меня? А! Так, значит, ему хорошо. То есть грамма ноль будет замножить сюда, что ли, да? Да, он опять же. Тогда означает 2-10. 2-90 ноль. Ну, матрица сигма, матрица орбитов. Правильно, да? Ничего себе не происходит. Согласны? Ну и тогда, если вы уж так пишете подробно, то тогда надо фигверки сюда написать, да? Нет, сюда надо подрешить. Так. Ну, конечно. Ну, хорошо. Так, а строчку, а в полотенце выводите обновленную гамму ноль, да? Да. А, выводите совсем подробно. Ну, хорошо. А почему? Гамма ноль – это один минус один, да? Один минус один. Ну, вот, я написал, да? Ну, гамму матрицы вы запомните, пожалуйста. Ну, учителя. Вот. Ну, значит, надо его гоночить, да? Вы все попробуем написать. Не, ну, не фигверсфит. А, ну, хорошо, вы так пишите. Хорошо, давайте пишите, как вам это работает. Да. Ну, вот это вот, это густо, да? Так. С квадратный. Фи крест и фи крест. И здесь фи крест. Ну, когда сигма п станет квадратный, то мы можем, так сказать, уже все, да? Переставить. Значит, тогда это будет дитзо, будет дитзо минус с квадратной величины, правильно? Ну, можно вот так. У нас будет дитзо минус. Ужас. Продолжение следует... 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 Ну, теперь F подменяется, да, то есть это будет F минус E на A, да, минус M, B, да. Такой будет, Юн, Дениан? Теперь не такой. А? Ну, теперь, что можно сказать? Коммутирует там и коммутирует с ляпкой. Ну, ладно, у вас есть 5 минут, да, подумать. Перерыв, я сейчас, когда. Так, значит, я написал Юн, Дениан, да, который, значит, теперь уже включает эти термобивные отзоры. Так, да, ну, как это, вовремя можно проделать, да, если мы его так обвиняем, а там чарик этот тянет, да. То есть это, пообъявляется право уполнительных членов, кто в первых передствах, да, ну и анну, да. Согласны? Вот. А, ну, стал вопрос у нас такой, коммутирует или не коммутирует, да. Ну, как бы вы решили, для себя? А? Вообще говоря, нет. Вообще говоря, нет. Ну, что это? Хорошо, осознайте, вообще говоря, да, или вообще говоря, нет. Вот, значит, теперь давайте для этого, так сказать, Дениану попробуем написать уравнение, да. То есть помните, да, уравнение какое-то? Фи, Д, Р, Т, Н, С, равняется аж в С, да, вы его писали. Да? Я теперь стал вот таким. Так, да? Вот. Теперь мы можем сделать, что мы можем сделать? Можем опять, ну, помните, с ним представляешь, как Фи и Хи, да, и попробуем взять и расписать, да. Это будет, ну, и опять еще решение в виде, вот, Е в степени, там, минус Е в степени, там, минус Е в степени, H, С в степени, минус Т, да, тогда? Тогда? Ну, это же не с целью, с целью, с целью, с целью. Да. Сейчас же у нас, Саша, проделась. Вот. Проделась. Какие-то уже условия, можно пустить, что-то продолжить. Нет, ну, разложить все, можешь бы сказать, да? По плоским головам разложим, правильно, да? Ну, да, ну, сейчас, давайте я сейчас подложу, чтобы будет понятно, что на это стало. Будет хорошо. Ну, ладно, давайте так напишем. И, И. Здесь будет Эпсилон минус Еа 0. Ну, так, ладно. Эпсилон, да, на Фи, Хи. Мы искали с нами решение вот в таком виде. Да, раньше. Теперь, Эпсилон, да, герметарианс, Б, вообще-то реально коммутируют, да? Так, да? Вот. Значит, тогда мы попробуем так сделать. Попробуем сделать так, да? Это будет Эа 0, да, плюс Альфа, П, минус Е на А, плюс МВ, да, на Фи и Си. Для Фусь будет операция. Так, да? То есть, тогда, по крайней мере, пока я буду подставлять без П, да, на то, что вы обратили мое внимание, да? Так, мы можем подставить. Ну, еще с определенной операцией, да, решим. Вот. Дальше я могу сделать следующее, что это будет Ах. Теперь мы можем написать два уравнения. Можем? Аналогично. Эпсилон, минус, я так сразу сюда принесу, Фи, да? Так, да, вы мне подсказываете, да? А здесь дальше будет что? Будет плюс, ой, нет, плюс, а равняется Сигма Ф минус Е на А на А на А на Хи плюс М, М в Чи, да? Так, да. Вот. А здесь я напишу уравнение так, Эпсилон, Эпсилон, минус Е на ноль, хи, да? А равняется Сигма Ф минус Е на А на Фи минус М хи. Могу так написать? А? Проверяйтесь. Я не ошибся, я не делал. Правильно, да? Проверили? А теперь я могу эти два уравнения сложить и вычесть одно из другого. Да? Могу. Какие-то после этого будем уравнения иметь? Будем иметь теперь два уравнения. Эпсилон минус Е на ноль, да? Ну, например, складываем Фи плюс хи равняется Сигма Ф минус Е на А, да? На Фи плюс хи и что там будет? Плюс М и минус хи, да? А? Ну, проверяйте, чтобы я не ошибся. И берем и вычитаем одно из другого, да? Вот этот фон минус Е А ноль Фи плюс хи равняется Сигма Б минус Е на А, да? Фи минус хи плюс М Фи плюс хи Там минус первое, сюда А? Во второй строчке переходят Фи минус хи А, вот здесь, да? Только с ним Нет Нет Проверяю Ну, вот и сюда и минус, да? Да Нет, ну, вот Фи плюс Е на ноль Потом скоба приедет Мы же вычитаем Фи минус хи А, вот здесь Вот здесь, ну и еще я вот здесь вошил Я в двух местах сразу вошил Да? Ну, вот Казалось бы То, что мы написали ничего хорошего нам не дает Ну, переписали переписали Ага Ну, смотрите Обратим внимание Пусть Ф-сла много больше, чем М То есть энергия очень большая Да? Последи с массой Тогда вот эти виды значения мы можем пренебречь А если так то наше уравнение распалось на два независимо Одно уравнение для Фи плюс хи а другое для Фи минус хи Видно, да, всем? Вот То есть уравнение распалось на два Тогда мы можем записать так вот что Фи плюс хи Оно является собственно состоянием некоторых оператора К Да? То есть Правильно Да, все написал? Да, все вроде правильно Так, здесь Я отнимал Значит, здесь Скажите Фи Здесь я отнимал и здесь отнимал Да? То есть так отнимал Так, чего вроде как Так, да? То есть тогда получается что? Что у нас имеется вот так я напишу плюс хи минус да? К на Фи плюс Хи оператор К поменяется Сигма П минус Е на А на Секс минус Е на А Можем так написать? Такие состояния Фи плюс хи и минус хи называются киралин и да оператор К называется киралин 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 Понятно, да? Теперь давайте посмотрим куда если я возьму амин равную ноль то куда переходит оператор К он какой становится он становится Сигма Э да? Это самый оператор спиральности То есть какой вывод из этого можно сделать? Можно заключить что с парами электронов геннон колес сохраняется понятны? вот эти состояния еще вот эти состояния еще что в матрице гамма 5 есть? надо 5 минус 1 минус 1 и тогда можно вести состояние за нулевое правое в котором идица плюс гамма 5 полам по всему плюс минус 1 это состояние как раз соответствует состоянию с определенной спиральностью что такое матрица единица плюс гамма 5 это такие состояния это будет 1 плюс минус 1 плюс минус 1 равно зависимости от того ну например, возьмем сначала плюс вверх то это будет если это умножено фи хи то это будет сколько плюс хи и плюс хи это все в атаке состоянии ну и если я подействую оператором спиральности да сюда и пусть состояние попадает определенной спиральностью да вот если я фи выбираю какую-то определенную спиральность плюс единица то я сюда действую получаю единицу а если противоположная спиральность то это будет 0 да аналогично то есть это состояние с определенной спиральностью поэтому ну а r если вы возьмете то есть я взял верхний знак а если я возьму нижнюю знаку соответственно пол состояния фи минус хи там фи минус хи ну потому что будет стоять минус один минус один понятно ну если вы на это состояние подействуете вот матрица оператором спиральность вы получите какую-то одну спиральность да вот какие есть вопросы а там опять там опять вот она вроде так ничего не забыл давай сначала на серый нижний знак нет ну в этом смысле я беру для плюсов это нижний знак то есть я беру нижний знак как будто такая это вот что такое лево что такое право в принципе вопрос соглашения вот а беру знак это как будто и 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 встает вопрос как она преобразуется при преобразовании Хлорекса Давайте попробуем это выяснить. Начнем мы издалека. Что такое преобразование Лоринца? Издалека что-то надо понимать. Вот. Имеется некоторое преобразование. Преобразование Лоринца называется каким? Это х'мю равняется х'мю на х'мю. То есть характерное произведение сохраняется. Правильно? То есть инвариант. При преобразовании Лоринца это является инвариантом. А система не зависит там. Тогда отсюда мы можем что написать? Мы можем написать, что это λµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ А с другой стороны это должно быть xµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ� Что-то не нравится? Говорите сразу, что не нравится Все нравится Посмотрим некоторые преобразования Рябда объявил Некоторые траты преобразования Рассматривали такие преобразования Где скалярное произведение сохраняется Все это будут преобразования Говориться Тогда вот это я Подставил сюда, получил вот так Так, да? Ну Не знаю, может это что вам Считать, что хорошо Будем считать, что хорошо Значит, все вам понятно Значит, тогда Так это верно при любых х Тогда бы мы говорим, что это будет верх Алянда ню альпа Алянда ню альпа Смотрите, все я правильно написал Ну, либо если мы хотим записать так вот Ну, или другими словами Отсюда мы можем сказать, что Мы можем вычлить Определитель, да, например Это будет... Сколько? Ну, говорим, что определитель Янга помогла Рябда объявляем Единицы Это понятно, да? Непонятно? Объявляем 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 λμ0 на λβ0 равняется g0. Можем какой-то писать? Можно? Потому что определительные кристики, которые всегда писали, а если это уберут... Да? Не, ну как, определитель зависит от того, кто поднимает, если не поднимает... Ну как, определитель отелька, правильная единица, а определитель от g, это правильная единица, согласны? Поэтому, ну как, определитель от такой уличный, да? Так, теперь, если это понятно, да? Дальше отсюда я могу написать, что это λ0 в квадрате минус λi в квадрате равняется единице. Ну, здесь сумма, естественно, поедет. Ну, понятно, да? Повторяю, в челюсток, да? Повторяю, в челюсток, да? Отсюда мы можем сказать, что λ0 в квадрате минус λi в квадрате минус. Что оно больше равно единице, да? Или меньше равно минус единице, да? А можно пояснить, как получается? Вот это? Да. Ну, я беру, это единичка жертвовная, а здесь, ну как, берем и начинаем, да? Когда μ в это, когда по нулям, да, это вот это, да? А когда здесь какой-то, ну, иди, да, стоит, то, соответственно, это минус единице, да? И сумма. Так, да. Ну, отсюда мы получили, что, во-первых, два строя, что определитель по модуру равен единице, да? Ну, или, по-другому, определитель равен плюс минус единице, да? И из этого уровня мы получили 100 λ 0 0, да? Оно либо плюс единица, либо минус, ну, больше плюс единицы, либо меньше на плюс единице. Ну, а, да, преобразования все делятся на четыре области, да? Ну, вот есть определитель, да? И есть еще λ. Да, четыре области. Одна область только включает единицы, да, отождественное преобразование. Что классно? То есть, вот это преобразование что? Ну, x, это что такое? t, пространство координата, правильно, да? То есть, если λ 0 0 равняется единице, да? То есть, это t переходит, ну, t штрих равняется t. То есть, это отражение времени. Понятно, да? То есть, только вот эта величина включает в себя что? То есть, преобразование t, когда t штрих может быть равно t. Все другое включает уже отражение времени. Аналогично, определитель, конечно, определяет что? Определяет, есть отражение координат или нет отражения координат. Ну, так, определитель, у вас есть t, да? И есть там три еще координаты, ну, gx, так, да? И, соответственно, либо у вас есть отражение координат или нет. Понятно, да? Поэтому у вас, когда... То есть, для того, чтобы t могло быть равно t штрих, у вас λ 0 0 должен быть, ну, вот это вот. Правильно, да? Вот, и кроме того, если вы еще хотите, чтобы вас... То есть, если я хочу так, чтобы было x3, ну, как это... Итой, да? Равно λ и xj, да? Вот эти три компонента должны быть тоже такие. По единичке. Правильно, да? Так, да? То есть, определитель... Тогда получается, что полная определительница должна быть плюс единица. Который... И вот эта величина должна быть больше единицы. Когда это то, что вызывается... Ну, то, что вы изучали, преобразование Лоренца. Которое включает и даже действенное преобразование. Ты переходит в это штрих, и ты переходит в это штрих. А другие области включают в себя либо отражение времени, либо отражение координат. Ну, либо то и другое вместе. То есть, еще четыре области. То есть, вот эта область, в которой мы с вами все обсуждали. Тут есть те самые преобразования Лоренца, которые связаны с движением, да? И вращением. А еще три области включают отражение либо времени, либо координат, либо то и другое вместе. Понятно, да? Вот. Ну, а теперь перейдем, собственно... А! Ты еще, собственно, на этом самом уравнении гирок. Давайте еще сделаем такое упражнение. Вот теперь рассмотрим вот эту саму глобус, в которой включает себя дождейственное преобразование. Да? То есть... То есть... Лябда... Мюн. Мюн, да? Оно чему должно быть? Мюн. Мюн, да? Тогда единичка. Правильно? Плюс... Омега-мюн. Плюс... Омега-мюн. Омега-мюн. Я рассмотрим бесконечно малое преобразование. То есть бесконечно мало отличающееся от единицы. Тогда... 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 Давайте я вот здесь сотру... подставим, куда мы подставим? Ну, подставим вот... Уравнение... А, вот... Куда подставляем, да? Вот это уравнение. Что мы будем уметь? Мы поднимем. Когда мы подставляем вот эту дельта сюда и дельта сюда, я не буду все переписывать. Это будет совпадать вот эта величина. Согласны? Нет? Надо писать? Ну, надо кто-нибудь, пусть пойдет напишет. Кто там с той стороны следующий? Да? Хорошо, Андро. Согласны? Ну, 22 человек ходило, да? С той стороны народу по-другому. Елчите. Значит, вот у нас имеется вот такое преобразование, да? Мы теперь рассматриваем другу, из которого включает себя тождественное преобразование. То есть t, t' и x, x' То есть смотрим, у нас теперь может быть бесконечно малое отклонение, да? От единички. Вот. Все другие области мы непрерывным преобразованием не можем перейти из одной области в другую. Понимаете, да? То есть если у вас определитель там равен плюс единице, да? То бесконечно малое преобразование можете его превратить в минус единицу, да? Понятно, да? То есть это включает себя отражение сразу. Вот. Тогда вот это мы говорим, что лямбда меню включает единицу плюс некоторое увеличение. Да? И омега меню будем рассматривать бесконечно малая причина. Когда у нас есть уравнение, тогда мы берем сюда вот это подставлять. Сюда держит только первый член, не исчезающий. Омега. Я говорю. Ну да. Да, как вам удобно так и действовать. Плюс омега меню. Ну вы все же давайте так, как это здесь первое и второе имеет значение. Как это? Подальше вы чуть-чуть пишите, да? Уже давайте staan. Да. Так. Так. В каких-то, кстати. Так. 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 Это же урочное, я пишу. Правильно, да? Ну, тогда здесь что? Всего будет три члена, да? Это вот это, вот это, вот это. И потом, когда он мегапевротичный, мы отбрасываем. Поэтому первый член моих запросов. И плюс. Ну, когда вот этот, и с этим, и за этот, и с тем, так же. Подбором мю, мю, да, мы начали писать. Еще одно. Первое. Второе имеет значение. Тензор может быть и оттеснилитрично, правильно? Вот. Тензор. Вот, смотрите, здесь стоит мю, да, мю, а здесь мю, да? То есть, когда вы сворачиваете по мю, то здесь будет ж мю, да, стоять. А когда здесь сворачиваете по бета, да, будет стоять здесь. То есть, ж мю альфа. Это, вон, видите, то, что я пытался сразу сказать, но вы меня... Да, то есть, вот этот сокращается в стоевлечении, правильно, да? Теперь то же самое можно попытаться сделать здесь, да? По бета, да? Ну, правильно, здесь запишем тогда немножко, пожалуйста. Мюн, ню, да, а здесь ж мюн альфа, да? Плюс здесь минс. Ню бета, да, будет. Ж ню бета, ню ню. На омега в это альфа. Так, да? И это все равно ню, да? Патрактичные члены еще раз повторяю, мы отбросили. Так? А теперь смотрите, опять. Если вы сюда смотрите, это будет, когда сворачиваете, индекс пойдет вниз. Правильно? Повышайте. И здесь по бета индекс тоже вниз пойдет, да? Согласны? То есть, получаем омега альфа. Альфа ню? Нет, 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 видите, я у вас перейдил в ню альфа. Подождите. Можно сворачивать и будет ню альфа. А, подождите, нет. Альфа ню, альфа ню, альфа ню. А еще вот, я говорю не право, но вы меня слушаете. Зачем? Значит, а здесь плюс омега ню альфа равно нулю. Так, да? То есть, смотрите, что мы получили. Альфа ню плюс ню альфа равняется нулю. То есть, тезор какой? Антисимметричный. Ну, то есть, омега альфа ню равняется минус омега ню альфа. Антисимметричный тензор, да? Всего он включает сколько всего? Эта матрица, как мы говорили, да? Ну, ябдой ню – это матрица 4 на 4. Так, да? То есть, всего сколько тогда параметров будет? Шесть. Шесть параметров, да? Ну, как? Четыре диагоналика равна нулю, правильно, да? То есть, это не диагональные члены с одной стороны, да? То есть, 4х4 – 16, отнимаем… или сколько там? 16, да? Отнимаем 4, будет 12, да? И делим пополам – будет 6, да? Такое вы учитываете, правильно? Вот. То есть, всего шесть параметров, да? Ну, и эти параметры вы знаете в преобразовании флорекса. Какие это преобразования? Да. То есть, это вращение, да? Три угла. И скорость, да? Три компонента скорости. Понятно, да? Эти параметры как раз вот здесь вот и сидят. Вот, да. Вот так. Ну, еще раз повторю, что, в принципе, у нас еще есть преобразование отражения времени и отражения координат. Так. Которые мы будем отдельно изучать. Понятно, да? Ну, все. Все есть вопросы. Теперь, собственно, мы переходим к уравнению, к преобразованию уравнения гироха. А так как у нас осталось две минуты, я переходителям уже не буду. Вот. Поэтому лучше эти две минуты, если какие-то у вас вопросы есть, вы можете спросить. Потому что если я сейчас начну, то когда это будет две минуты. А гораздо больше. До конца семинара у нас 2 часа денег много встало. Ну, это мы сделаем такое общее рассмотрение, чтобы понять, что отражение времени и отражение координат не противоречит, да, преобразование Ореса. Литийская вероятность не преобразование Ореса, да. Это можно назвать преобразованием Ореса, а в принципе это не называется, да, преобразование Ореса. Это дискретная симметрия. Она не нарушает даже литийскую вероятность. Вы, наверное, решили вот так вот, для УД. Матрицу Ореса, так сказать, не передавайте. Вот это? Не, ну как, вы решили, что у нас наше преобразование включает единичное преобразование. Да, то есть, t равняется t' x равняется x' То есть, вот эта матрица единичная. Ну, то есть, это d' А теперь мы смотрим бесконечно малое преобразование, да. Ну, если мы разберемся с бесконечно малым преобразованием, то мы разберемся с бесконечным преобразованием, да, наверное. Так, да? Которое в себя отключает множество бесконечно малых, да, ну. Если оно бесконечно малое, то оно включает бесконечное множество бесконечно малых, да. Ну, как мы всегда можем разобрать, да. В данном случае смотрим, лямб зависит от некоторых параметров, каких мы не знаем, да. Мы раскладываем ее в ряд, а тогда это будет ойсер стоить. Ну, и предполагая, что бесконечно малых преобразованием, то есть, отличие от единицы должно быть бесконечно малым, да. Будем дальше обсуждать. Ну, еще раз повторю. Дальше, если будет у нас преобразование отражения координат времени, мы рассмотрим отдельно. Это уже дискретная симметрия, потому что мы говорили, что она, переход должен быть дискретный. Так, нет вопросов больше? Как называется аудиообразованием? Так, нет больше, да? Ну, все. Да. Продолжение следует. Да. Продолжение следует. Продолжение следует.